МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии и працуя Наталья Ихнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Великая размова с президентом. Александр Лукашенко провел сустречу с представниками хромадскости, белорусскими и замежными СМИ. Знайсти господара для кожного объекта нерухомостей. Комитет Гомеля обломаемость подвел выники работы за 2018 год. Головная падея спортивного життя уже совсем худка. Про подрыхтовку до евро гульнио рассказали представники дирекции масштабного форума. Сустрекаем весну. Надворье станет теплейшим на наступным тыдне. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Сегодня в национальном выставочном центре БелЭкспо прошла великая размова с президентом. У сустречы приняли удел больше 200 человек. У их лику представники разных сфер – политологи, экономисты, работники реального сектора экономики, громадских объединений и конфессий. А так само сродка у массовой информации. Прому и трансляцию забеспечивала БелЭл-телерадиокомпания. За ходом сустречы уважливо сочили и наши корреспонденты. Беларуский державный университет транспорту. 10 годин, 30 хвилин ранецы. У фойе установы и лекцийных аудиториях одночасово включаются некольки телевизоров. Это дает махчимость сочить за ходом великой размовы с президентом практически всем студентам и выкладчикам. Александр Лукашенко одразу подкресливает. Одна из мытов сегодняшней сустречы – пополнить дефицит информации, которая обрушивается на громадство. Не глядяши на развитие медийной просторы, в наявности дефицит контенту, который корыстался абсолютным довером аудитории. Отзначу, керавник державы. И самое первое пытание, которое хвалю у всех, разве все союзные державы. Александр Лукашенко-Пиракананы. Беларуси и России необходимо быть разом. Братья уже не выбирают. И у нас море недостатков. Мы тоже не всегда, знаете, пушистые и беленькие. Поэтому это жизнь. К этому надо спокойно относиться. Но мы должны быть вместе. При этом наша краина повинна быть равноправным партнером. У адрознения одной их инших постсоветских республик Беларусь не только заховала, а и развела свой потенциал. Пришим тыжится гэта розных сфер. От промысловости до эдукации. Сегодня выпускники беларуских ВНУ конкурентные не только на внутреннем рынку. Мир развивается. И информационные технологии в том числе. Но университеты поддерживают планку и дают студентам достаточно знаний, для того, чтобы они могли показывать нашу страну не только на территории Республики Беларусь, но и достойно показывать за ее пределами. Работники открытого акционерного товариства «Милковита» за ходом великой размовы с президентом соучись под час обеденных перепынков. Особливо значные интересы выкликают слова керавника державы обгандлевых относенных с Россией. Александр Лукашенко звертает увагу, Беларусь поставляет свою самую лепшую харчовую продукцию. Однако у России великий тиск пылных групп и поставки блокируются. В Евросоюзе многие предприятия сертифицированы, а вы эти предприятия закрыли и не пускаете продукцию на российский рынок. Я думаю, ответ вам понятен. Дело здесь не в качестве и не в том, что вы там нашли какие-то бациллы. Я в правительстве России часто говорю, если вы достигнете уровня чистоты сельхозпродукции, продуктов питания, как Беларусь, вы будете счастливыми людьми. Во всех этапах технологического процесса ведется жесткий контроль. Также усилен контроль за поставками, экспортными поставками. И поэтому очень обидно, когда российский рынок немножко нас недооценивает, потому что наша продукция высокого качества. Работая на предприятии, зная все технологические процессы, видя их, наблюдая, в принципе, могу делать выводы, что на самом деле у нас предприятие выпускает качественную продукцию, безопасную. Эту продукцию употребляет моя семья, мои дети. Я ее употребляю. Ну, наверное, это о чем-то говорит. Экономичному блоку подчас великой размовы особливая увага. По словам президента, для его вельми важно, как бы установочий выник, а экономика кожного предприятия дозволяла ему стабильно развиваться. У якости прикладу открытое акционерное товариство «Гумельшкло». Пять годов тому оно не могло различиться с кредитами, отриманными для модернизации вытворчасти. Принятая кероняком державы решение, об оттерминовце выплат, дозволила предприятию не только выправить ситуацию, але и упевнена отчувать себе на рынку. Утым лику – международным. Подтримка семья у Яшы – один приоритет белорусской державы. Подчас великой размовы президент Яшы раз закранает тему семейного капиталу. По словах Александра Лукашенки, подыходы до его выкористания будут перегляджаны. Коли зараз семейный капитал можно выкористовывать только на поляпшене жильевых умов, лечение децятей и его адукацию, в ближайший час гэтый спец плануется поширить. Гамельчанка Яна Миранович – шмадетная мать. Старышему ши трех сынов десять годов, малышам у пять. Непосредно семейный капитал я ее семья отрымать уже не можа, але подтримку державы отчувая. Четырь годы тому побудовали уласную квартиру с выкористанием минимального 1% кредиту. Цепер марать об уласном доме. Наверное, это даже наша мечта, построить какой-то уютненький домик, чтобы там собирались дети, будущие внуки. Про материнский капитал могу сказать, что смотрю, у девочек, которые там знакомые, кто-то хочет снять пораньше, но мы бы не снимали. Нам важно обучение, важно, чтобы дети стали людьми. Поза увагой керівника державы не застаётся так само тима разведца предпринимательства и организации самозанятости насельництва. Мы вельми шмат зарабили, как человек мог рухаться у обраны на керунку, зараблять для себе и свою семьи. Для этого створены усе умовы, начиная от дробного предпринимательства до сферы IT. Что касается свободы предпринимательства, создания новых предприятий в любой точке, особенно на селе, ну слушайте, тут уже больше нельзя принять каких-то решений, больше не примешь, потому что полную свободу дали. В течение дня зарегистрировался, иди работай, заплатил там какую-то копейку, единый налог, а где-то вообще ничего не платишь, так называемое самозанятое, и ещё ни одной жалобы не было, чтобы кого-то там задержали, какой-то бюрократизм какой-то, кого-то заел, и не пустили человека работать. Разом с тем, по воде слову керівника державы, у белорусів повинна прощинаться предпринимательская жилка. Сарат станучих прикладов у сферы організації самозанятості гомельская своя палішка. Крыху большая год тому у гомеля открыли каворкинг-центр, майстров і рамесніків. Сьогодні свої выраби тут выставляють каля ста чоловік. Пришим за односно невеликий час, некаторые рамеснікі повысили свой статус, і тепер працюють уже у якості індивідуальних предпринимальників. Ідея создання, конечно, оправдала, потому що у нас за це время в полтора разу увеличилось количество мастеров і ремеслених, які хочуть розміститися. А також із тих, хто займався ремесленням діятельною, вже появились предприниматели. Т.е. займаються ремеслом, люди знаходили себе і відкривали свій собственный бізнес. Особенно тепер, коли вже в останнє время появились рычаги, стимулируюючи самозанятость в виде последніх указів президента по роботі физических лиц. Інформаційна безпека країни відносина з Україною і Китаєм терміни проведення парламентських і президентських виборів, распроцюка національної ідеї. Почас великої розмови президент підкресливає, закритих тем быть не повинно. Александр Лукашенко означає великую важність розмови, у якій удільнішуюся усе. Народ, улада, простовники беларускай міжнародний медийний супольнасті, експерты у самих розних сферах. Усё, що сьогодні прагучить у гэтальзале, стане основою для підрихтолки важной для країни падзей, што гадового послання президента, народу і парламенту, кажа Александр Лукашенко. Наш президент – очень сильный лідер. І всякий раз думаєш, що беларускому народу повезло, що в нас такой лідер. Беларусь не такая большая страна, але в то же время президент себя чувствує превосходно рядом с мировими лідерами, такими, як Путін, Меркель і іншими. І берет чувство гордости за нашу Беларусь, за нашого президента. Олександр Сюров, Ольга Коновалова, Євген Макенка, телерадиокампанія «Гомель». Протягуєм выпуск. По многих показчиках на першем місце, але збавлять темпы нельга. На поширеній колегії комітета «Гомеля обламайомості» подвели выніки работы за минулий год і визначили першочерговая задача на 2019-й. Чого отрималося досягнуть, а по яких на керунках узникають складаності, доведалася Марина Джалая. У першыню нашу регіон лідер по удзільной вазі площади, які не використовуються. Усяго толькі 2,3%. Огульно-республіканська лічба амаль на процент вишей. По утягненні у господарчий оборот державной майомості і об'єкту открытых акціонерних товарыствів з державной долей Гомельська в область так само займає і ниже за другое місце. Дякуючи эффективной роботі у бюджету усіх узровняв поступила амаль 250 мільйонів рублів. Гэта амаль на полову більш, чим у 2017-м. Сьоліта необхідно утягнуть у господарчий оборот більше 1200 об'єктов. Гэта разом з жильовым фондом. З їх звыше 200 будинків треба продать. Задання правительства, которые у нас є, в текущем году нужно завершить государство регистрацію об'єктов недвижимого імущества. Це більше 12 тисяч таких об'єктов. Ну і представлюсь відповідь інформацію в феврале 2020-го року правительства. Летось протягалась в укороненній у открытых акціонерних товариствах з доля держави елементів корпоративного керування. Це було зроблено більше на 80% предприємствів. Одна із точок роста, конечно, це робота з такого роду імущества, не тільки в якій знаходиться в собственності государства, але і в собственності акціонерних об'єктов з долі государства. І здесь, як вже неоднократно звучало і в средствах масової інформації, на итоговій коллегії Государського комитету по імуществу, будем смотреть і обсуждать вопрос о том, як повышати роль наблюдательних советів таких хозяйственних об'єктів. У минулому годі комитет Гомель-Аблмайомась провів більше 150 аукційонів. На торги выставлялося маль 320 об'єктов. У выніку нового господару отримали прикладно 120 об'єктів. Причим, полову будинку купили за одну базовую величиню. Эффективний способ продажу і праз електронной торги. Летось їх провели шесть. У ближайших планах комитета Гомель-Аблмайомости проведення черговых електронних торгов. Яны відбудуться 19-го Соковіка. На продаж выставять 11 об'єктов нерухомості. Некоторі з їх знаходяться у Гомелі. Наприклад, це два будинки музичних школ, автозаправочная станція і недобудованая поліклініка. Марина Джала, Ігор Маришенко, телеродо-компанія Гомель. Все літо в Гомелі почнеться будовництва лыжеролерной трасы і крытого футбольного манежа. Сенні на посядженні гарвы Канкама обмірковали развіцьо фізкультуры, спорту і туризму у обласнім центры і огучили планы на бягучий год. Так, у 2019-м акцент буде зроблений на повеличення експорту туристичних послуг, умоцовання матеріальнія базы спортивних установ, а так само яще більш активне протягнення гомельчан у масове оздоровленчі рух. Уздовж веслярного канала по вулиці Лугавой планується распачать будовництва лыжеролерной трасы. На роботы з обласного бюджета выдатковано паўтара мільйона рублёв. А крамя таго, на території стадиона Прамень узвядуть крытый футбольный манеж, адрамантують біговые дорожки і падтрибунные памяшканні. Час яскравых перамог усе ближее. С 21 по 30 червеня у Беларусі пройдуть другі європейскі гульні. Ап падрыхтоуці до масштабного мультиспартывного форуму расказалі працтавнікі дирекції гульняв. Падрабязнасті у Максима Савіна. 50 країн, 15 відаў спорту, амаль 200 комплектаў мідалёв і більш як 4 тисячі спартсмена. У Беларусь ніколі не прымала настолькі масштабны спартывныя мероприемствы. Не глядяцші на гэты, організаторы обяцают, што гульні пройдуть на самым высокім узровні. Важным этапам падрыхтоуці до форуму стане эстафета полымя миру. 3 мая факіл отправиться з Рыма ў Беларусь. Падарозі ён пабывае на самой высокой кропці Європы, гары Манблан. У нашу країну полымя прыбуде 11 мая. Маршрута эстафеты пройде па ўсіх абластях Беларусі. У Гомельскай в області полымя буде знаходіцца з 5 па 10 червеня. Факіланосцами стануть свядомы у раджэнцы і жыхарын нашага регіона. Стафетай пламени мира мы адкрываем всю страну не только нам, потому што мы панімаем, што многі може быць там Брещане, Градничане не были в Гомель или наоборот. То есть для нас это отличная возможность открыть всю страну прежде всего для себя и в том числе учитывая наші больші возможности показать ваш регіон, всю страну на европейскую аудиторію. Высокую планку гульням павінна задать церемонія открытя, якая пройдена стадионі Динамо. Організаторы сакрэтов не раскрываюць, аднак запэвниваюць, што гэта буде фіерычна. Запланованы выступлённі зорок сусветнага масштабу і шырах інших сюрпрызав. Постановкай церемонії займаецца команда, якая працавала на открытці и закрытці зімовых олимпійських гульнях у Сочи. Не усе элементы шоу пакажуць патылі бачы, не а тому лепш паспробаваць убачыць на власныя вочы. Достаткова набыць билет, на ік засталося не так шмат. Дарэч і билетная программа других европейських гульнях доволі демократычная. Кошт от 5 до 50 рублів. Так, што підтримаць беларускіх спортсменов-асабіста, а сяродых обов'язково будуть і працтавнікі нашого регіона можа кожны. Набыць билет можна у офіційного билетного оператора гульнях «Тікетпро». Позабоціться о приобретенні билетів лучше зарані, потому што на многие сесії билеты уже начинають подходить к концу. Они пользуюцься очень сильным спросом. Как і среди беларусов, так і среди іностранців. Географія продаж более 28 стран. Причем є і приобретення і з стран арабського міра, і з азіатського континента. Люди їдут сюди посмотріть вообще Біларусь і Мінськ. І ми ожідаємо огромне калічіство туристів. С 21-30-го чырвання за баталіями на Мінських спортивних аренах будеш отшитць не тільки уся Європа. Правы на трансляцію з поборництва уже выкупили 115 країн. І це ще неапошній лічбі. Саме головне, што кожный Біларус може стать часткой гэтага масштабного спортивного свята, якою обов'язково войде у гістору не тільки нашій країни. Максим Савін, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель». Завтра у Біларусі пройдуть чергові суботній ліній мясових органів улади. У Гомельській мабліві конками на званці відкажа керівник справу Аліна Клічковська. Нумер телефона 33-12-37. У Гарві конками на сувізі буде наміснік старшини Сергій Андреєв. Нумер 75-63-33. Прамыя лінії будуть працювати з 9 до 12 годин. Выходнія будуть достатково халодними, а на наступнім тітні знову прийде потеплення. У ніч на суботу у регіоні махчим і мокрый снег. У день буде переважно без опадків, зато і на особних участках дорог утвориться галалєдіцца. Ветер пауночний 7-9 с порывами до 14 метров за секунду. У на числупок термометра пуститься до минус 5 градусів. У день чекається до 2 морозу. У неделю треті гасаковіка чекається воблачные з проясненнями надвор'я. Минімальнае температура пауночі в складі до минус 4, дзенний максимум плюс 3 градуси. У понеделок 4-го сакавіка буде переважать воблачные надвор'я. Часом пройдуть мокрый снег і дождь. У ночі буде каля нуля, у день чекається до 6 тепла. Гэты, а так само інші новини, ви можете знайсті на нашім сайті у інтерненці по адресі www.tevergomil.by На гэтым випуск завершений. Плённого вам вечора і до нових зустріч у ефірі. Дякую за перегляд! Получення взятки директора агрокомбината взяли с поличным. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд Гомельского района признал мужчину виновным. Назначить ему наказання в виде лишения свободы, сроком на 4 года, с отбыванням наказання в исправительной колонії в условиях усиленого режима, с конфискацией имущества і с лишением права занимать должности, связанное с выполнением организационно-распорядительних, административно-хозяйственных функций, в организациях и на предприятиях всех форм собственности сроком на 5 лет. Отметим, что переговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован. Далее, к обстановке на дорогах региона. Там, к слову, неспокойно. В результате аварий не обошлось без пострадавших. Так, в Калинковичском районе накануне рано утром бесправник за рулем Митсубиси при выезде со второстепенной дороги не пропустил ехавший Ниссан Тиана. В результате столкновения 24-летняя девушка, пассажирка Ниссан, получила телесное повреждение и была госпитализирована. А в Светлогорске водитель Рено из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением и врезался в автобус. После чего легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на стойку билборда. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП. Местом совершения еще одного ДТП стал Жлобинский район на трассе М5 Минс-Гомель. Под колеса БМВ попал пешеход, переходивший дорогу по Зебре. В результате наезда мужчина получил телесное повреждение и был госпитализирован. Горячая корреспонденция. В агрогородке Красный берег накануне произошел пожар в здании почтовой связи. Как сообщили в МЧС, загорелась деревянная пристройка. В этот момент отделение работало, однако посетители отсутствовали. Один человек персонала покинул здание самостоятельно еще до прибытия спасателей. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб «Локомотив» обыграл резерв Гомеля. После финального свистка счет на табло был 3-0 в пользу железнодорожников. Тем временем основная команда Гомеля уже начала учебно-тренировочный сбор в Анталии. Зелено-белые планируют провести пять спаррингов. Соперниками гомельчан станут казахстанские клубы Акжаик и Кызылжар. Украинская металлист 1925 и Волынь, а также футбольный клуб «Лахти» из одноименного финского города. В выездном списке значится 20 футболистов. На сборах отсутствуют нападающий Юрий Музыченко и вратарь Кирилл Котов. Они отданы в аренду речицкому спутнику. Сбор в Турции продлится по 13 марта. Напомню, что Гомель стартует в национальном чемпионате Беларуси высшей лиги 29 марта. Зелено-белые сыграют дома с Гродненским Неманом. Сыграны очередные поединки чемпионата Беларуси по баскетболу среди мужчин. Команда Готсор сборной Гомельской области на своей площадке не создала проблем Витебскому Рубону. На большой перерыв дружины ушли с разницей в 20 очков в пользу гостей. Финальная сирена зафиксировала крупную победу Рубона 115-88. И к другим матчам тура. Гродно-93 обыграл «Смоки-2» лишь в овертайме 90-85. Брест одержал победу над «Принеманьем» 94-74. «Импульс» обыграл «Рцобс Дюшор» 92-71. В следующем матче регулярного чемпионата Готсор сборная Гомельской области поедет в гости к «Импульсу Бгуир». За тур до окончания регулярного чемпионата Беларуси по хоккею определились все четвертьфинальные пары плей-офф экстралиги. В предпоследнем туре гомельчане встречались в гостях с Лидой. На «Рыси» сумели сравнять счет в третьем периоде. В овертайме команды сохранили паритет, а вот в серии послематчевых бросков сильнее оказались гости. Гомельчане одержали победу 2-1. По результатам этой встречи определились все пары плей-офф экстралиги. В четверсинальных сериях до четырех побед Гомель встретится с «Динамо» молодечно. «Юность» сыграет с молодежной сборной Беларуси. «Неман» с Лидой, а «Шахтер» с «Металургом». Плей-офф экстралиги стартует 6 и 7 марта. Гомель начнет серию в «Молодечно». Начало обоих матчей в 19.00. В плей-офф высшие лиги уже известны полуфинальные пары. На второй стадии нокаут-раунда «Гомель-2» встретится с «Неманом-2». «Беларусь» «Ю-17» сыграет с «Юниором». Первые игры «Гомель» проведет 3 и 4 марта на домашней площадке. Начало матчей в 17 и 13.00 соответственно. Ответные игры назначены на 7 и 8 марта. В «Гомеле» стартовал открытый республиканский турнир по фехтованию «Клинки-Полесье». Лучших определяют среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе. Свои команды на соревнованиях выставили все области и город Минск. Выступать здесь будут и лидеры нашей сборной. Алексей Терещенко, Артур Галайденко и Анастасия Назарова. Сегодня и завтра проходят соревнования у саблистов. В воскресенье и понедельник борьбу за медали будут вести раперисты. В этом году больше участников будет. На порядок даже больше. Очень много малышей добавилось на этот турнир. Вот сегодня у нас 2008 год и младше только 30 человек этого возраста. 2006, 2007 20 мальчиков. И 4 и 5 год тоже 20 мальчиков. То есть малышей вот уже у нас много прибавляется. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.